В эфире новости в студии Светлана Злобина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Череповец откроет для туристов ворота Железного поля. Новый экскурсионный маршрут обсуждался сегодня на Координационном совете по туризму. Что еще интересного Череповец покажет жителям и гостям города, выясняла Анастасия Хаткова. В ДНХ Вологодского масштаба в областной столице представили лучшие достижения производителей региона. Какой ответ санкциям подготовили вологжане в сюжете Алены Александровой. Большие инвестиции в тепло Череповчан губернатор области Олег Кувшинников оценил техническое перевооружение Южной Котельной. За чей счет приводят порядок городские тепловые узлы, выясняла Вера Кучеренко. Железное поле Череповца откроет свои двери для туристов. Всем приезжающим в город не только расскажут об истории края, но и покажут все особенности металлургической промышленности. Новый экскурсионный маршрут представили сегодня туроператорам области. В городе на Шексне прошел Координационный совет по развитию туризма. Подробности в материале Анастасии Хатковой. Поработать кузнечными мехами, примерить доспехи, выковать меч. Интерактивные экспонаты нового музея металлургической промышленности в Череповце привлекают не только детей, но и взрослых. Здесь можно почти все потрогать своими руками и с помощью современных гаджетов окунуться в прошлое. Один опускаете, второй, и вот так работаете. И начинаете разжигать процесс. Все в горне происходит, температура повышается, идет процесс плавки. В музей металлургической промышленности входит список культурных и исторических объектов Череповца. Попадет он также и в новый туристический маршрут «Череповец. Ворота. Железного поля». Помимо современного музея в маршрут входит Воскресенский собор, дом музея Ивана Милютина, индустриальные улицы, бардина, металлургов, доменщиков. Цель нового проекта «Череповец. Ворота. Железного поля» состоит в том, чтобы показать уникальную взаимосвязь истории и современности культурных и индустриальных традиций, разворачивающихся в едином городском пространстве. Пробный экскурсионный тур сегодня оценили участники Координационного совета по туризму области. Представители туристических фирм и музейных объединений со всего региона обсудили принципиальные вопросы туризма. Область действительно с точки зрения конкурентности в туристской индустрии, с точки зрения тех возможностей, которые она может предложить, является, наверное, в одном из самых выгодных положений по сравнению с своими коллегами. За 9 месяцев года Вологодскую область посетили более 2 миллионов туристов. Экскурсии на Вологодщину сейчас в тренде, считают эксперты. Помимо промышленных маршрутов и экологического туризма, регион может предложить особый продукт – средневековые забавы. Так, в фестивале ежегодно собирают поклонников исторических сражений со всей страны. Под натиском внешних и внутренних факторов не выстоял российский рубль. Изменение курса валют оказалось благоприятным фактором для местной туриндустрии. Традиционные места отдыха Турцию и Египет россиянам придется заменить на более доступные, лишь бы сервис оказался на высоте. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин, Новости. Дары Вологодщины выходят с летних каникул. Сезон сельскохозяйственных ярмарок вновь открылся в Череповце. Торговые ряды развернутся в эту субботу на площади химиков. На данный момент поступило полсотни заявок от местных товаропроизводителей, которые решили принять участие в ярмарке. Они представят мясную, молочную, хлебобулочную продукцию. Ожидается свежие овощи в большом ассортименте, кондитерские изделия, товары для дачников, мед, ягоды. Торговые ряды в Череповце будут работать завтра с 10 до 15 часов. Добавлю, подобные распродажи призваны поддержать местных производителей и дать возможность горожанам приобрести недорогие и качественные товары. Одно из главных условий участия в ярмарке для продавцов – цены должны быть ниже розничных. Такие ярмарки на одной площадке, где собраны большое количество вологодских товаропроизводителей, всегда пользовались и пользуются спросом у горожан. Там можно купить всегда свежую продукцию, только что изготовленную и по более доступной цене. Дачные дома, которые находятся в зоне сети «Газпрома», на шестом причале сносить не будут. Новое решение старого вопроса озвучили на градостроительном совете Череповца. Дачники, имущество которых находится слишком близко к газопроводу, уже давно получают иски на снос своих домов. Инициатор жестких мер – «Газпром Трансгаз Ухта». Дома здесь появились еще в советские времена, и в тот период претензий к владельцам никто не озвучивал. Позже правила ужесточились. Так близко к газопроводу здания располагаться не должны. Владельцы дачных участков пытались найти защиту на всех уровнях власти. И вот найдено оптимальное решение. Появился проект выноса участка газопровода с территории дачных кооперативов. Такой вариант устроит и жители города, и газовиков. Начало реконструкции систем газоснабжения намечено на январь 2016 года. До тех пор в «Газпром» будет направлена просьба от властей города отозвать иски в адрес дачников 6-го причала. Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области оказать содействие гражданам в предоставлении отсрочек исполнения судебных решений до полной реализации проекта. Череповецкие тепловые сети ждет глобальная реконструкция. Об этом накануне шла речь на встрече городских и областных властей с представителями компании «Газпромтеплоэнерго». Олег Кувшинников и Юрий Кузин побывали на Южной котельной, где недавно завершились работы по техническому перевооружению. В каком состоянии находятся сейчас Череповецкие теплосети и на какие деньги их будут приводить в порядок, выясняла Вера Кучеренко. Телефонная будка – звонок из прошлого. Раньше вот по этому телефону общались операторы котельной, те, кто находится непосредственно здесь, и те, кто находится в диспетчерской. Таким образом отлаживались все процессы и механизмы. Сейчас все автоматизировано с помощью компьютеров. Плюс новое оборудование. К примеру, в котельной установили комбинированные горелки. Одним словом, новая начинка. Для 50 с лишним тысяч жителей Зашекснинского района это особо важное событие. Их дома отапливает именно эта котельная. Кстати, пятая в городе, где проведено полное техническое перевооружение котлов. Следующий этап – это дальнейшая модернизация теплового оборудования в 20 районах Вологодской области, в том числе город Череповец. Это ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций, это инвестиции до 2030 года объемом более 5 миллиардов рублей. В город, в область пришел реальный инвестор, который работает над улучшением эффективности теплового оборудования всего региона. Наши инвестиции в среднем таким образом распределяются. Одна треть наших инвестиций приходится на разные районы Вологодской области. Две трети инвестиций приходится на город Череповец. Мы вложили больше 680 миллионов в модернизацию котельных, которые мы арендуем у города. В следующем году мы планируем перекладывать сети. И это являются тепловые сети. И это является предметом нашей сегодняшнего обсуждения. Помешать инвестору могут долги в основном управляющих компаний. Их задолженность перед «Газпромтеплоэнерго» составляет порядка 800 миллионов рублей. Из них более 500 миллионов приходится на задолженность управляющих компаний банкротов. В отношении этих компаний и их дебюторов, а это преимущественное население, ведется претензионная исковая работа. И по очень жесткому графику, это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, в отношении должников будут приняты решения судов. Череповецкие тепловые сети находятся не в лучшем состоянии, отмечают городские власти. А значит, инвестиции в тепло очень нужны городу. Вера Почеренко, Егор Плюснин, Новости. Без химикатов и красителей. В областной столице представили лучшую сельхозпродукцию региона. Выставка достижений народного хозяйства сегодня работала в Русском доме. Экспозиция стала своеобразным итогом того, как в Воложане потрудились летом и каким урожаем готовы похвастаться. Чем гордится Вологодщина, расскажут наши вологодские коллеги. Все то, чем может гордиться Вологодщина, под одной крышей. Вторая региональная выставка достижений народного хозяйства на этот раз посвящена преимущественно продовольственным товарам. И тому, насколько четкий ответ санкциям подготовили вологжане. Крупные предприятия соседствуют с малыми, и им есть чему друг у друга поучиться. Варенье изготовляется в русской печи по старинным рецептам. Отправляется и в крупные города, в том числе и в Москву, и является участником многих выставок. Рецепт своего варенья делегация Усть-Кубинского района оставляет в секрете, но с удовольствием приоткрывает другую кулинарную тайну. На создание этого «Царь-пирога» ушло 7 килограммов палтуса. Само изделие весит в два раза больше. А вологодские кондитеры удивляют съедобными футбольными мячами. «Все натуральное, все съедобное. Оно и покрытие, крова, и тезбермеладер, плюс сверху кокосовая стружка. Мячик тоже шоколадный». Одежда, постельное бельё и даже изделия для релаксации. О том, как можно использовать лён в производстве, рассказывают представители Верховажского района. По льноводству они лидеры в области. Местные сельхозпроизводители уже давно наладили связь с предпринимателями. И как результат, почти весь процесс создания изделий происходит внутри района. «У нас занимается выращиванием льна, очень большие площади. Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Васильевича Мызина. В частности, у нас получается практически весь цикл, исключая производство тканей, то есть от снопа до полотна». Полезную информацию на выставке могли найти и те, для кого свой бизнес пока только цель. «Сегодня главная наша цель – проинформировать горожан, проинформировать всех участников выставки, представителей предприятий, которые сегодня здесь присутствуют, о том, что есть институт поддержки, который готов оказывать комплекс услуг на бесплатной, на безвозмездной основе и готов помогать нашему бизнесу в Вологодской области развиваться и достойно представлять себя не только на региональном уровне, но и на уровне федерального». К 2020-му продовольственные товары, произведённые на Вологодщине, должны вытеснить с торговых полок большинство аналогов, ввезённых из других регионов. Такую задачу перед местными производителями областные власти озвучивали ранее. И то, как аграрии идут к её выполнению, внушает определённый оптимизм, подчеркнул глава региона Олег Кувшинников. «На сегодняшний день мы вышли на устойчивый перерост по всем направлениям сельхозпродукции. Мы полностью покрываем свои потребности, потребности Вологодской области в яйце, в картофеле, в молочной продукции. Экспортируем более 100 тысяч тонн картофеля за пределы Вологодской области, более 170 тысяч тонн молочной продукции за пределы Вологодской области, более 4 миллионов яиц экспортируем. И в условиях продовольственного эмбарго развитие сельхозвязанного потенциала Вологодской области получило новый стимул для развития». Стимулом становятся и продовольственные ярмарки, уверены власти. Где, как не здесь, оценка потребителя наиболее объективна. Пироги нравятся очень. И недорого. Мясо вкусное. Даже вот шейку взял. И еще о темах нашего выпуска смотрите во второй части. В зоне особого внимания череповцы взялись за тех, кто вовремя не платит штрафы, выписанные инспекторами ГИБДД. В пожилом возрасте людям часто и много приходится ходить по врачам. И иногда так важно, чтобы доктора в полном составе пришли прямо к вам домой. Именно такой медосмотр прошел сегодня в Череповце. Подробнее в новостях. Несколько улиц в центре Череповца перекроют для движения транспорта. Там, где ездят автомобили, будут бежать люди. А в городе на Шексне пройдет кросс-нации. Все это и многое другое сразу после рекламы. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем выпуск. Только штрафов ГИБДД на 12 тысяч рублей. Череповчане нас таким долгом сегодня задержали сотрудники дорожной инспекции. Полицейские решили уделить особое внимание должникам. За 8 месяцев этого года привлечено к ответственности более 4,5 тысяч водителей. Это на 70% больше, чем в прошлом году. К чему приводит нежелание платить за проступки на дороге, расскажем в нашем следующем материале. Вместо ожидаемого пункта назначения отдел полиции и суд, не оплаченный вовремя штраф ГИБДД, может обернуться потерянным временем и сорванными планами. Выявить должника для инспектора ГИБДД не составляет труда. Нужно всего лишь сверить данные водительского удостоверения со специальной базой. Так случилось с автолюбительницей, которую задержали на улице Краснодонцев. Девушку остановили за непристегнутый ремень безопасности. При проверке по базе данных выяснилось, что у водителя имеется 15 неоплаченных штрафов, срок оплаты одного из которых истек. В результате этого гражданка была доставлена в отдел полиции. Из отдела полиции должников везут в суд. Однако так бывает не всегда. К примеру, поздно вечером суд уже не работает и, возможно, дожидаться решения ФИМИДы придется в изоляторе временного содержания. О подобных последствиях знают не все автолюбители. Так же, как и о суровых санкциях за неоплату штрафа. Они должны оплатить административный штраф в течение 60 дней с момента получения ими копии постановления и вступления постановления в законную силу. Статья 2025 влечет за собой наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы ранее неуплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток. Есть и третий вариант. Обязательные общественные работы. Такое наказание появилось недавно. При назначении наказания суд учитывает смягчающую ответственность обстоятельства. Признание вины, то что на момент рассмотрения дела штраф у вас оплачены. Однако, учитывая стойко противоправное поведение, связанное с неуплатой штрафа, суд назначает вам административное наказание в виде обязательных работ сроком по 20 часов по каждому делу. В суде учитывается все обстоятельства дела. Как говорится, подход индивидуальный, но в любом случае административное наказание ожидает всех должников без исключения. А если должника разыскивают судебные приставы, им о задержанном автолюбителе тоже сообщат. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, Новости. В Вологде выясняют обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Накануне вечером школьник сорвался с крыши одной из многоэтажек на улице Псковской. По одной из основных версий, юноша пытался сделать эффектное селфи. По предварительным данным, молодой человек вместе со своим другом забрались на крышу девятиэтажки для того, чтобы сделать фотоснимок с моделированной ими ситуацией экстремальной падения. И для этого использовали подручные предметы, по первоначальным данным, в виде троса, лямок, за которые молодой человек, предполагалось, будет удерживаться. Однако в какой-то момент школьник не смог удержаться и упал вниз. На скорой его доставили в больницу, но спасти жизнь врачи не смогли. Сейчас следователи продолжают проверку. Судя по страничкам погибшего в социальных сетях, экстремальными селфи он увлекался и раньше. И последнее фото с веревками загрузил за несколько минут до трагедии. Похожая трагедия едва не произошла в Череповце. 14-летнюю школьницу спасатели сняли с водосточной трубы. Девочка висела на уровне четвертого этажа. Ее заметили прохожие и позвонили в экстренную службу. Инцидент произошел накануне на улице Строителей, 25. При помощи пожарной лестницы и сотрудников пожарной охраны школьницу эвакуировали, а затем передали сотрудникам полиции. Как пояснила сама девочка, она собиралась в школу, а ключей от квартиры у нее не оказалось. Тогда она решила вылезти в окно. Но, по словам полицейских, девочка пошла не на учебу, а на прогулку. Мать запретила ей выходить на улицу и закрыла в доме. Сейчас на женщину составлен протокол по статье неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Другим темам. Медицина на дому. Сегодня врачи, в том числе и узкие специалисты, прибыли в городской дом ветеранов на Градецкой, 14. Весь день с помощью необходимой аппаратуры медики принимали здешних жителей. Такой комплексный медосмотр на дому организовали в преддверии Дня пожилого человека. Подробности у Виктории Пименовой. Прием начинался в 9 утра. Но люди пожилые, привыкшие вставать, пораньше уже с 8 начали собираться у кабинетов. В очереди. Ну как без этого многолетняя привычка. Хотя медики седьмой поликлиники постарались организовать все для удобства пожилых людей. Наши специалисты по организации заранее посетили это здание и посмотрели кабинеты и определили, в каком кабинете, какому врачу будет удобнее вести прием и осмотр пациента. С проблемой взять талончик к узким специалистам периодически сталкиваются многие. В этом случае все врачи были в одном месте. Прием пожилых пациентов требует больше времени и больше внимания. Поправить состояние очень трудно. Поэтому очень аккуратно, очень нежно и тактично приходится объяснять человеку, что он немножко в другом положении, нежели молодой. Которому при назначении адекватных лекарственных средств или физиопроцедур можно это дело поправлять в течение короткого времени. А с теми же суботрофическими процессами пожилым людям приходится бороться достаточно долго. Каждому, если требуется, выписывают препараты. Но главное, просто беседуют. Очень важно выслушать пожилого человека. Подождите, а если не 100, если поменьше, индопамид, так у меня и таблеточки. 1,5. Если побольше, 2,5 принимаю. Надо принимать 3,5 таблеточки. У каждого за плечами большой жизненный багаж, знаний, опыта и, конечно, болезней. Нина Ивановна жалуется на давление, память, говорит, стала подводить последствия инсульта. Но если следовать рекомендациям доктора и позитивно смотреть на мир, то качество жизни значительно улучшается. В этом уверены и врачи, и пациенты. Доктор видит уже тут у меня какие-то таблеточки чего. Но очень удобно. Вот на машине ездим и все, и в лес. У меня аппарат сюда от давления входит. Поэтому удобно очень. Люди старой закалки, несмотря на уже пошатнувшееся здоровье, жаловаться не привыкли. Вот и Валентин Савин. В прошлом капитан теплохода говорит, что все в порядке. По зрению пришлось порачивать. Падает, что ли, да, от зрения себя? Падает, да. А где вы плавали? В основном по рекам, озерам, по Вологодску, всей области, Ленинград, Москва. В доме ветеранов сегодня живет почти 80 человек. Всех сегодня осмотрели доктора. К тем, кто по состоянию здоровья не смог спуститься в кабинеты, врачи приходили в их комнаты, чтобы в преддверии дня пожилого человека еще раз пожелать здоровья. И главное, поддержать здоровье тем, кому это особенно необходимо. Виктория Пименова, Сергей Павлов, Новости. 27 сентября в Череповце в восьмой раз стартует самое массовое спортивное мероприятие в России – «Кросснации-2015». Главная задача праздника – привлечь к занятиям физкультурой россиян и особенно молодежь. В Череповце «Кросснации» проводится с 2008 года. В 2014 на старт вышло 6076 горожан из Череповца, Белозерска, Шексны, Череповецкого района, что стало рекордом за всю его историю в нашем городе. В этом году организаторы прогнозируют участие такого же количества бегунов. В забеге примут участие горожане всех возрастов – от детсадовцев до ветеранов. Старт будет дан от спортивного комплекса «Юбилейный» в 10 часов утра. Принять участие могут все желающие, выбрав при этом дистанцию по своим возможностям. Зарегистрироваться можно в воскресенье в кассовом зале «Юбилейного». К слову, сегодня утром для участия в «Кросснации» заявилось больше 3000 человек, из них более 2000 – дети. В связи с проведением «Кросснации» в воскресенье в центре Череповца ограничат движение транспорта по пути следования бегунов. С 9.30 до 15.00 нельзя будет проехать по улице Ленина от Столевара в Доломоносово. Затем участники побегут на проспект строителей, по нему доберутся до бульвара доменщиков и вернутся на улицу Ленина. Помимо легкового транспорта ограничат движение общественного транспорта. В объезд по параллельным улицам пойдут «Двойка», «Восьмерка», автобус 27 маршрута, а также 1, 6, 25 и 37. Напомню, маршрут движения автобусов изменят в воскресенье для проведения «Кросснации» с 9.30 до 15.00. И хоккей вновь в Череповце. В воскресенье команда «Северсталь» начинает свою очередную серию домашних игр в чемпионате КХЛ. Первый соперник – «Югра» из Ханты-Мансийска. Эта серия будет состоять из четырех матчей. Кроме «Югры», «Северсталь» сыграет с «Борысом», «Авангардом» и «ЦСКАМ». То есть впереди лидеры Восточной и Западной конференции. «Югра» уже поднялась на четвертое место на Востоке. Клуб из Ханты-Мансийска выиграл три последних матча, не пропустив в свои ворота ни одной шайбы. А вот «Северсталь» пока занимает последнее место в Западной конференции. Дальше отступать некуда. В воскресенье встреча начнется в 17 часов. Прямую трансляцию игры «Северсталь-Югра» смотрите на нашем канале. И еще об одном. Картины этого художника висят в Париже. Музей современного искусства в Нью-Йорке ждет портфолио его работ. Хотя художником он сам себя не считает. Череповчанин Алексей Куликов работает в различных техниках и направлениях. Своим секретом вдохновения он поделился с нашей съемочной группой. Более 70 работ готовых к выставке в коллекции Алексея Куликова. Он себя попробовал во многих направлениях. Есть работы, сделанные в манере Кандинского и Малевича, в сюрреализме, в технике коллажа и декупажа. Но особое место занимают полотна, посвященные творчеству Александра Башлачева. На стихи Башлачева у меня порядка 20 работ сделано. Так как я с ним был в приятельских отношениях, я достаточно хорошо знал. Четыре выставки в 2014-м и только одна в этом году. А между тем за рубежом проявляют большой интерес к творчеству Алексея Куликова. Встретился с фотографом, который работает в фэшн-индустрии, индустрии моды. Вот эта женщина была в моей мастерской, ей очень понравилось. То есть в каком направлении я работаю, там очень востребована. И она приобрела мою работу. Сейчас моя работа в Париже. Заинтересовался моими работами. Музей современного искусства, Гугенхайн, это Нью-Йорк. Готовлю портфолио. А отправлять действительно есть что. И не только картины. Коллажи Ковалева не менее интересны как по технике исполнения, так и по замыслу. Вот этот, например, посвящен последним событиям в Украине. Некое предупреждение. Не хотите платить за газ, скоро понадобятся керосинки. Заниматься творчеством – это внутренняя необходимость. То есть ты уже без этого не можешь. То есть приходит какое-то время, бывает такой день, что я могу сделать четыре работы. Прихожу на следующий день – ноль. Алексей считает себя по жизни хулиганом. И для него рок-н-ролл жив. Его острый ум и свой особый взгляд на события, вещи, людей читается в работах. Он пробует и ищет, рискует и сомневается. Но остается верен своему источнику вдохновения. Если влюбляешься, то просто все летит. То есть любовь руководит процессом. Светлана Валивачева, Ансветков, Новости. Далее вас ждет прогноз погоды. Ну а после него продолжение сериалов «Анатомия страсти» и «Черчилль». К этому часу все новости. Всего вам самого доброго, хороших выходных и до встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин